Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь в Америке. It's my life. И кот, кто меня поздно привозит на занятия, с этим я не дружу. Ты сегодня всячески со мной затягивала завтрак. Не, ну на самом деле, я пришла раньше ее, но просто я пришла, места заняты, и я такая... Так у вас нету типа вот закрепился на месте? В некоторых классах закрепился на месте, и твое место не будут забирать. Но география, походу, никто откроет. Так, а что значит заняты? Что опять перебор учеников получается? Нет, просто вдоль стенки стоят стулья, и ты сидишь на стенке. Ну, потом я увидела, что в середине есть одно место, но тоже получается, все уже сидят, а я же тебе объясняла, почему-то на географии не отдельно парты стоят, а составные в ряды. Получается волосочки тени, да? Ну и как я буду ломиться с этой сумкой там, блин, с учебниками? Впереди полицейский проверяет машину водителя. Так она, главное, сумочку сюда поставила и искала там, наверное, документы или что. В общем, как-то это так. Вообще по правилам говорят, если полицейский останавливает, надо все положить вот сюда вперед на панельку. Поэтому все лучше возить вот здесь вот. Как следитель по этому делу. Чтобы при полицейском налазить по бардачкам, и типа, чтобы руки ваши были на виду. Это такое правило техники безопасности. Ну давай. И ты, короче, говоришь, у меня... Место 16 лет, пятое место, блин. Пропустите и освободите, да? Ну ладно, фиг на вас, но потом, короче, один парень такой. Ну вот у него лицо было, да, как будто знаешь, в понедельник. Вот как у нашего Антоша сегодня. Наша Антоша просто был на... Санеповар Панет. Ну, я хотела бы по-другому как-нибудь сказать, по-взрослому. Ну, короче... Короче, у них была тусовка. Да, и до пяти утра была тусовка, и они не спали до пяти утра. И вчера, когда я в шесть часов вечера пудеру Антона, просто я уже понимаю, что если он будет спать позже, и как он на ночь уляжется. Я просто говорю, Антоша, я приготовила твой любимый суп. Он спрашивает, мам, какой сегодня день? Он засыпал с джойстиком в руках на диване, короче. Я говорю, Антоша, сегодня все еще воскресенье. Он очень ждал там какой-то у них ивент. Там, короче, кто в теме с детьми там PlayStation и прочее. Короче, там сейчас что-то Fortnite, смена сезонов. И они, бедные, в субботу сидели, смотрели в какую-то точку в телевизоре. Ждали, ждали, не дождались. Потом он в воскресенье вернулся. Опять ждал, засыпал. И эта же точка горела сегодня утром еще. Короче, Fortnite там что-то тупит. Так, в общем, что я хотела про этого парня сказать. Вид у него был примерно как у Антоши. Так он, наверное, тоже сидел в PlayStation. И ты знаешь, что он такой разно часы посмотрел 27 минут. Потом что-то еще раз, да. 27 минут 10 секунд. Он просто сидел вот передо мной, как бы, да, и получается, у меня ж не парки, ничего нет. Я такая сижу, думаю, как, куда мне этот стул поставить, чтобы мне хорошо экран было видно. И думаю, что, конечно, плохо вот тык в притык приезжать, как бы, да. И он, знаешь, что смотрит такой, как-то на часы заторможенно встает. И прямо как-то вот так вот, да, и ушел, короче. Больше он в Класс не вернулся. Так что, освободил место? Ну да, я потом пересел на место в Красную больше не вернулся. В шоу со всеми, так сказать, под жиркой. Ну, видимо, он устал. Он больше не мог ждать учителя, ждать этого. А он и учителя не дождался? Да, он даже учителя не дождался. Ну, а так нам рассказывали про это самое. В среду у нас большой экзамен. И вот нам опять она зачитывала, как он будет проходить, что ручку поднимать до команды нельзя, что листик переворачивать до команды нельзя, что постоянно будет время отчетить на этом самом, как его... Она будет писать время, сколько осталось до конца урока, сколько каких вопросов будут. Ну, и потом была тема, которую мы рассматривали, про формирование облаков, про их классификацию. И она такая, я надеюсь, что по окончании этой лекции вы выйдете на улицу, поднимите в него глаза и скажите, о, я знаю, какой в семье принадлежит это облако. Ну, а у нас нету облаков, я тебя перебью. Вот сейчас я смотрю на небо, пока Маришка рассказывает уже глазами... Нет, посмотреть-то нет. И ни одного облачка, вот насколько глазом видно, вот сколько вы в регистратор видите, вот туда вот вперед, вот так вот все вокруг голубенькое, то есть... Ну, это лето было облачное. Вот первые четыре лета были вообще безоблачные. Была страшная жара, не было ни дождей, ничего, ни ветра. Вот. А это лето было холодное, ветреное и с облаками. Ну, вот сегодня, вот, сейчас у нас пошло опять второй объект. Практиковать не на чем. Да. Ну, сказала, опять же, не опаздывать, кто опоздал, может не приходить, типа... Вот, и сказала, что сегодня с 12.40 до часа 15 будет время, если, как будто, есть какие-то последние вопросы по экзамену, можно подойти. Вот я почему-то чуть-чуть задерживалась, я бегала, чтобы уточнить вопрос по абракам, по абракам, по классификации. Вы должны знать в целом только семью или всех ее членов семьи знать. Потому что если семья, это еще ладно, потому что их не так уж и много. А если всех под виды эти учить, то я боюсь, что можно не ходить уже в среду. Ну, она сказала, типа, что не волнуйся, говорит, только семью и чем их можно, типа, чем они отвечают. Так просвети вас уже, что там? Вот они... Просто я пока потом просвещу. Вот экзамен с дамой просвещу. Вон, я вижу. На Палас Вердес. Там у них всегда облака, там у них всегда туман, их всегда затягивает, и облака ложатся прямо на дома. Я уже в Инстаграме показывал. У нас, типа, интересные облака посмотреть практически невозможно. Для того, чтобы увидеть, допустим, вертикальные облака или... Опа! Чтобы увидеть вертикальные облака, которые не принадлежат ни к одной из семей. Точнее, они как бы принадлежат ко всем семьям, если что. Настоят обособлены. Нужно в Техас ехать. Да, они отдельно. Все, сейчас рванем в Техас. Рванем в Техас, чтобы разобрать. Он говорит, это неописуемое зрелище, поверьте мне. Ну, немножко сейчас с ней поговорили, потому что, как бы, ну, на эту консультацию никто кроме меня не пришел. Поэтому время у нас было поговорить. Короче, ты пальчик заработала там, наверное, получается. Ну, нет, ну, а она спросила, какая моя стратегия по подготовке к экзамену. Она говорит, типа, в последний день. Я говорю, нет, я всегда подготовлюсь за несколько недель. И ей показалось уно, как я его записываю, как именно расписываю подготовку к экзамену. Я говорю, мне нужно несколько раз переписать, чтобы хорошо запомнить. И часто я вот в последнее время заметила, что мне легче какие-то сложные для понимания вещи запоминать. Когда я их написала, я потом как-то, ну, у меня получается визуальная память. Я помню, как написано. Я помню, ну... Где написано? Да, я помню, где написано, как написано. Ну, скажем, мне проще записано очень. Так, а смысл, что ты к ней вообще ходила? Я же тебе говорю, мне нужно было узнать. Мне тратить пару года своей жизни на выучение астрамусов или, блин, просто ограничиться. Вертикальные там и еще четыре или пять видов. Вертикальные, высокие, средние. Низкие. Тучные, кучные. Нет, тучные, кучные тоже характеристики не сбывали. В общем, ну, немножко поболтались с ней. Она полистала мою подготовку, когда она сказала, что, типа, большая работа проделана. Независимая, это какая-то там феминистка у нас. Успешная. Успешная независимая феминистка ведущая прогноз погоды. Успеху развела, понимаешь? Все с этими зелеными карточками, да. Сегодня у нас начинается период, что в среду уже будут смотреть, кто сколько был активный в классе и подбивать это, да. И она говорит, по десять баров засчитываются только первые пять, все остальные только по два. Я такая думаю, ну, это же нечестно, правильно. Получается, если ты сделался пять, то ты фактически все, молодец, все, закрыл свое участие в классе, ты выставляешь себе эй за это, да. У меня получается одиннадцать, да. Ты дай мне сто десять баллов, я хочу сто десять баллов, я тогда вообще туда ходить не буду, потому что я уже, скорее всего, ну, с экстракредитами у меня практически закрыты все. Те максимальные баллы, которые можно в классе набрать. Угу. Я бы вообще туда не ходила больше. Ну, она, видимо, не рассматривает этот вариант. Помните, я рассказывала про мальчика, Падхалима? Ну, я не знаю, как его назвать. Ну, Падхалим, там кто-то в комментариях написал, что он изучил Карнеги и для них попадет. Ну, возможно, я слышала об этом, о всяких этих, это не только Карнеги, сейчас же, блин, везде, это там десять, как управлять эмоциями, там десять, как заставить человека делать, что тебе нравится, да, ну, всякой фиг не хватает. Не, так на здоровье пускай, ну, это нормально, ему жизнь еще жить. И мы сегодня слушали и потом писали свое мнение и переносили на себя. Мартин Лютер Кинг выступал с речью. Я хотел сказать со спичем, блин. Короче, он выступал с речью. Я имею мечту, как бы, мы прослушали полностью ее, мы прослушали, потом мы интересные факты о ней послушали. Учитель нам рассказал, что он ее произносил 2500 раз, что сколько он там километров преодолел, что ему не оплачивали. Ну, на пожертвование, как бы, это все происходило там. Ну, в общем, не важно. Наш красавчик подымает руку. Мне уже интересно, да. Я думаю, он просто-просто так, он рот в красе не открывает руку, да. Думаю, надо сосредоточиться. И он говорит, вы знаете, какое совпадение. Сегодня утром, когда я ехал в колледж на автобусе. Я, говорит, думал об этой речи. Ну, я думаю, ну, пацан, ну, так же ж вообще откровенно нельзя. Ну, не думал, ты, блин, в 18 лет едем в автобусе, а это речи. А он какой? Раз, два. Ну, хотя, может, и думал. Блин, что-то я так воспринял. Ну, я уже смотрю на него, получается, со своей точки зрения. В общем, он рассказал, что он сегодня ее вспоминал, как раз, когда ехал. Он думал о ней, насколько типа Кинг пожертвовал своей жизнью, насколько он ставил под удар свою семью жизнью. Не в плане, ну, он и был убит, но в плане, что у него фактически не было жизни. Он свою жизнь проживал на благо общества, как бы все это, да. И он так проникновенно говорит, смотрю, наша уже стоит там, блин, эту... Слезу утирает. Ну, чуть ли не слезу утирает. Вот, ну, и потом нам нужно было расписать в течение класса, она там дала 20-30 минут, с какими проблемами он сталкивался, чем ему пришлось пожертвовать и, ну, в своей жизни. Ну, это было, как она опять же, она говорит, здесь нет правильного или неправильного ответа. Каждый, услышав эту речь, может ее понять по-разному. И поэтому и на другой стороне листа формата А4 нам нужно было написать о себе то же самое, что я имею мечту, какие проблемы... Она предложила всем основываться из того, что меня привело в колледж. Ну, видимо, мы все пошли за мечтой за своей какой... С какими я там, допустим, проблемами сталкивалась, чем мне приходится жертвовать. Ну, и всякое такое, короче. Потом и стали ей. Вот, ну, и день закончился, и все живут, ну, все. Я живу в ожидании среды, потому что я много читаю, я много готовлюсь. Ну, мне кажется, я... Ну, мне уже хочется, чтобы это прошло, и можно было... Ну, и все. А вы были на канале Наша Жизнь в Америке. Что, уже? Да, потому что больше ничего не интересного не было. А ты там забыла что-то рассказать в прошлый раз, наверное? Я не помню. Вспомню, расскажу. Ну, ладно. Так что, вы были... Вы были на канале Наша Жизнь в Америке. Не life, it's my life. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Что там еще надо сказать смешного? Типа... Ну, типа, в общем. Ждем ваших ответных спичей. А, вот я чего хочу сказать, раз у нас осталась минутка. Вот как интересно происходит. Когда, ну вот, мы приехали в Америку, там, бла-бла-бла, сталкивались с какими-то людьми. И было смешно, когда они вворачивали всякие английские слова, типа, в русскую речь. Хотя эти люди, в общем-то, не скажут, что они там прямо уже не могут без этого жить. И вот возникает всякий этот вот рундлиш, когда начинают слова менять, там, типа, сколько майлов до тебя, там, или до океана, и что-нибудь такое. И всякое-всякое-всякое. И вот что интересно, вот, вот мы прожили пять лет, иногда, да, вставляешь полностью английское слово, но вот что интересно, вот прямо в данный момент произошло. У тебя же эта спич появилась на языке. Ты же не сказала речь, да? Понимаешь? И, главное, я сижу, и я в этот же момент хотел, ну, ты так раз паузу сделал, и у меня так чекспич на языке. Сереж, я, допустим, даже не хочу это в себе, скажем, как-то давить пока. Так правильно. Для меня сейчас важно, чтобы у меня в голове обладал больше английского. Так это правильно. Я просто сейчас, ты послушай, к чему я веду. Что, во-первых, интересно, как это получилось. То есть ты хотела это сказать, и у меня, хоть я не настолько погружен, все равно почему-то это слово пришло вот на язык, да? И в то же время возьмем вот нашего друга. Вот он, когда разговаривает, он прожил здесь 25 лет. Сереж, милуй, потому что он уже мозг может хорошенько делить на две части. Вот мне кажется, это только поэтому. То есть рунглиш и прочие дела, и вставляние английских слов. Это только пока в мозге вот эта каша. На стадии изучения ты считаешь, да? Когда мне не будет тяжело вот эти хоп-хоп-переходы, да, все. То есть вот ты пришла с колледжей или идешь в колледж, ты вообще конкретно настроилась на английский язык? Нет, зайка, я не конкретно настроилась, я просто обращала внимание, что после лета, когда я долго ни с кем на английском не разговариваю, мне первые дни в колледже тяжелее опять войти в эту колею, и все. А потом входишь, и уже ты сидишь, тебе уже, ну, все понятно, все нормально, как бы чувствуешь себя комфортно. Я считаю, что это только вот на стадии, пока ты, ну, вот уже все, ну, я не знаю, когда у тебя станет два языка, тогда тебе уже будет. Как говорит Саша, на языке две кнопочки, одна английская, одна русская. Вот когда станет как у Саши, тогда нужно расслабиться. Просто вот этот друг наш, он прожил 25 лет, даже больше, по-моему, уже, да? И что интересно, вот он разговаривает, если с тобой на русском языке, он с тобой разговаривает на нормальном русском языке, вот так, как мы с ним разговаривали в техникуме. Зай, ну хорошо, нет, подожди, подожди, но все равно какие-то вещи он называет только на английском. Это я сейчас хотел сказать, вот когда мы ездили, например, машину делать или еще что-то, те вещи, которые касаются машины, этих слов не было у него в обиходе, как и у наших детей, например, каких-то слов. И он уже, в принципе, не может их заменить русским словом. Но когда мы с ним сидим, пьем, грубо говоря, чай, кофе и разговариваем о нашей, там, прошлой жизни и настоящей, вот просто бытовая, он же говорит нормально на русском. Без акцента, без никаких там этих, слышишь, там... У меня акцента абсолютно ничего. Толсы принеси, блин, там, или тейп мне дай, да? Нет, ничего. Ну, все нормально говорит. И мне нравится, блин, только вот встречаешься с кем-нибудь, и тут начинается слово за слово, блин, без глаголов, падежей, сопряжений, этих, как я их называю, не суффиксов, а предлогов, плюс матерные слова. Я думаю, что это на стадии обучения, а потом оно пройдет и будет мозг нормально делить все на две части, и все будет хорошо. Я не хочу сейчас тебе это душить, потому что мне важнее, чтобы у меня сейчас преобладала английский, и я больше сосредоточена на английском, допустим, чем на русском. Ну, на этой ноте закончен... У нас койоты завелись, вот что я хотела сказать, у нас в кампусе. Ну вот, рассказывай. Завелись койоты, везде стоят таблички, что если вы вдруг увидели, это не собачка, не надо с ней дружить, нужно подойти, у нас такие столбы стоят, там две кнопки, синяя, типа, это информацию получить, и побольше красная, это, типа, нажал, и там, ну, короче, вил, 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 там, туда сюда. Вот это вил, вил сработает, и приедут, и порешают. Самому с ним никак нельзя дружить. И я не вижу котов. Ну, в общем, койоты у нас бегают точно так, как и белки. Нормально так вот просто бегают, и все. Котов нет, ну, это я уже не знаю, это потому что койоты есть, или просто они не попадались мне на глаза. Ну, а теперь уже точно вы были на канале. Всем пока-пока. Вы были на канале, всем пока-пока. New life is my life. Увидимся в новом Влоде. Bye-bye. Пока-пока.